Всем привет, я Ниагара и это пятая часть прохождения Resident Evil Remake. Сейчас Джилл у нас находится в некой избушке на территории особняка. Она находится в таком лесочке и Джилл услышала шаги. Продолжение следует... Продолжение следует... Главное убежать из домика. И я уверена, что многие из вас прекрасно знают, кто это такой, что это за мутант такой. Но если кто-то смотрит первый раз прохождение ремейка, могу вам сказать, что это некая Лиза Тревор. Ой, здесь зимбак стоит, боже мой. Как ты сюда добрался? Мы его оббежим просто. Да, Лиза Тревор, над которой ставила опыты Амбрелла. И девочка превратилась вот в такого мутанта. Немножко поподробнее я о ней расскажу, но позже. Я тут пойду аккуратненько, чтобы не спугнуть ворон. Совершенно не хочется мне, чтобы еще Джилл заклевали. Да, ну и интересное такое отличие этой игры от оригинала в том, что не появляются зомби уже в пройденных местах. То есть, где мы зачистили территорию, там уже будет чисто до конца игры. А здесь, да, ведь в ту сторону мы пробегали, зомбака этого не было. И в доме тоже такое бывает, в коридорчиках, в которых вроде бы ты думаешь, что безопасно, ничего подобного. Зомбочки перемещаются. Так, ну что ж, у нас сейчас есть ручка. Все нормально, подлечимся, она неплохо так у меня шибанула. И мы выходим на, как это называть, на эту территорию? Задний двор, вот так. Блин, к сожалению, Джилл не смогла переговорить с Брэдом, но она услышала самое важное. То, что Брэд все еще находится в зоне, в квадрате этого особняка. Он вызывает выживших. И у нас есть, есть еще теплица надежда свалить. Подбираем травки, и появилась синяя трава. Это, знаете, такой намек на то, что в скором времени начнут травить. Значит, появятся некие ядовитые существа. Я не знаю, что это такое. Типа, как бы парка, наверное. За особняком у них здесь есть небольшой бассейн. Ну, он использовался явно не для купания. Та же не для села, как бы я бы сказала, резервант с водой. Через которую есть проход. У нас остается эта ручка. Она нам еще пригодится. Перебираемся на ту сторону. Вообще, довольно реалистично. Знаете, вот я все не устаю удивляться, насколько здесь все подробно прорисовано. Графика просто потрясающая. Здесь у нас еще есть клумба с синей травкой. Это стоит запомнить. Можно будет в крайнем случае сбегать и подлечиться. Опять же, ворон... Блин. Я ведь шла же аккуратно. Какого фига? Вороны там напали. Так, быстренько драпаем этих быстренько, быстренько. Ага. Здесь есть лифт, в котором не хватает... Аккумуляторы, как батареи питания. Блин, ну что, что кто-то подкоцали. Бедняжку мою жил. Да, используем, конечно. Слава богу, хилок у меня достаточно. И в телепортационном сундучке еще хороший такой запас. В общем, берем на заметку тот лифт, который пока что находится в нерабочем состоянии. А здесь есть еще трава красная. Ну, тоже соберем. Будем коллекционировать. А, змеи посыпались. Фигасия. Слава богу, никого не оказалось в этом коридоре. И мы добежали до... Ну, я их называю казармы. Некое такое здание, я думаю, в котором находилась, скорее всего, охрана. Проживала охрана. Потому что, думаю, в самом особняке жили сотрудники Амбреллы, ученые, может быть, кто-то из состава руководителей, возможно. А это местечко как раз использовалось для военных. Нам нужно пододвинуть вот этот сундук. Вы видите, что полос там провалился. И нужно задвинуть ящик. Сундук. Почему я его назвала сундук? Не знаю, на сундук он, конечно, совершенно не похож. В общем, вот такой ящик мы сюда задвинем. Чтобы иметь возможность перебраться на другую сторону. Пока что сбегаем. Вооружимся, да. Трабовиком. Сбегаем вот в эту комнату. Да. Вот они. Эти создания. Ядовитые. Вы представляете вообще такого размера паука? Я маленьких-то боюсь до ужаса. Он меня траванул еще успел. Ну что, подлечиться или нет? Пока. Пока не будем. Там, кстати, второй есть. Но он не выказывает агрессивности. Пока что. Оставим его. Патрончиками записаемся. Там есть аптечка на столе. Ну, некуда уже брать. Ага. И есть очень важная книжица, которая мне нужна. Все. Тогда используем траву. Смесь трав. И книжку берем. Обязательно. Как вы видите, тоже неплохо здесь жили те, кто охранял. Возможно, особняк. У них здесь тоже что-то типа барчика. Бильярд. Это фотографии женщин в нижнем белье. Гитара. И... 2, 3, 4, 5, 6. Запомним эту комбинацию. На всякий случай. Возможно, это подсказка. Какой-то пароль. Как пауки-то здесь оказались. Непонятно. Да. Места уже нет. Брать некуда травку. А здесь что? Здесь у нас есть какая-то лампа. И еще трава. Ну, что ж. Наверное, нужно сбегать в сейвру. Выложить пока то, что не нужно. То, что нам сейчас не срочно, не необходимо. И это собирать здесь траву. Та, там стоит еще есть аптечка. Круто. Так вот, интересно мне, как же под действием вируса, да, мутировали вообще все эти создания полу. Огромные пауки, огромная змея. Я тут собрала лечебный спрей, выложила некоторые вещи, которые нам пока не пригодятся. И пойдем, давайте сбегаем, вернемся туда. Я хочу забрать траву. Ну, так вот, я немножко тут недоговорила, залезла в сундук. Что же в этом вирусе, да, способствовало такому огромному колоссальному росту? Интересно. А в людях вызывают другие мутации. Ведь люди не становятся таких огромных размеров. Интересно. Пока что мы здесь не встретили зараженных. Давайте еще синие травы тоже соберем. Все, я собрала все, что здесь было. Скомбинировала с зелеными. Так что у нас есть неплохие очень такие аптечки. Снова выложим, чтобы иметь свободные слоты. Все здорово. В общем, закончила я все эти хозяйственные приготовления. Избавление от пока что ненужных предметов. Вооружила Джилл пистолетом. И мы отправляемся дальше, обследовать эту казарму. Как я уже говорила, мы еще не встретили здесь пока что зараженных. По коридорам никто не разгуливает. Но это пока что. Парочка паучков. Так. У многих, кстати, фонарей летают мотыли. Практически у каждого. Тоже немного как-то это жутковато. Вот смотрите. Жесть. Не знаю, почему меня это так пугает. Здесь тоже. Так, а там что? Это, по-моему, карта. Берем. Хотя, как вы заметили, я здесь не пользуюсь картами. Крайне редко. Нет, это не было частью нашей договора. Как я сказал, я имею свои орды. Но это не нужно, чтобы уничтожить стены. Не будь ледя, чтобы держать под бомбой, Берри. Что с моей семьей? Я гарантирую их безопасность. Если я играю мои карты, Роут. Джилл. Берри, я слышала кто-то говорила. О, слышала. О, слышала. Не волнуйся. Я просто собираю немного горячего воздуха. Я счастлив, что я получу немного монстров along the way. Вот так вот. Мы подслушали разговор Берри. И у Джилл, я думаю, закрались некие подозрения насчет него. Уж как-то больно странно он себя ведет. Здесь есть стеллажи с книгами. Их стоит задвинуть. Они стоят не на своем месте. Да, и лестница вниз. Такая скрытая. Ковбойская шляпа на комоде, кстати. А что, он дальше-то не двигается, что ли? Я думала, его можно задвинуть до стены. Ну, ладно. Так, да, мы можем зайти еще в ванную комнату. Небольшие такие у них здесь коморки, комнатки. Что там у нас? Ключик, по-моему. Да. Такой же хаос царит в этих казармах. 0,01. От комнаты 0,1. Такое же запустение. Что там, все? На полочках больше нет ничего. Да, он здесь хранился, только ключик. Никаких ловушек, по-моему, у них здесь нет. Чисто такое помещение для персонала. Так, ну я надеюсь, что здесь в окна никто не полезет, как это было в особняке. Момент этот был реально пугающий. Действительно, игра атмосферная. У вас немножечко портится впечатление, потому что я постоянно болтаю. И как бы немножко развеиваю эту атмосферу. А вот когда играешь один, молча, прислушиваясь ко всем звукам игры, это да, это жутко. Господи, кто это? Повешенный. Пец. Ааа, какой ужас, не знаю. Это кошмар. Я сначала думала, что он ходит. Ну, такой миниган какой-то. И есть у нас записка. Вкратце вам расскажу о том, что автор пишет, что им вроде как удалось сбежать двоим, но он обнаружил следы заражения у своего товарища. И пришлось его убить в ванной комнате, в туалете. Чтобы он не расхаживал здесь, как зараженный. После этого этот автор почувствовал сам у себя признаки заражения и покончил с собой. Я думаю, это тот, кто висит. А вот это, скорее всего, его товарищ, которого он убил и оставил в ванной. Также ванна полна воды, как у нас уже было в особняке. И что там на дне? На дне ключик. Да, ну товарищ, как вы видите, что-то как-то не до конца умер. Что-то как-то он его убивал, убивал и убил не до конца. Да, все равно он превратился. Давайте быстренько-быстренько оттуда смотаемся. Я не хочу тратить на него патроны. Не хочу вообще с ним связываться. Идем снова в тот коридор. У нас же теперь появился еще один ключик. Интересно, что в этот момент поделывает Крис. Пока мы здесь шарашимся по этим казармам. О, блин! Черт, черт! Как же ты близко стоял. На, получай заряд. Сжигать-то, конечно, тоже его не хочется бегать тут возвращаться. Пусть пока полежит. Я думаю, что я потом с ним разделаюсь. Мы просто себе поставим галочку, что здесь у нас есть труп не сожженный. Так. Здесь довольно все просто. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно сдвинуть эти ящики. Это помещение заполнено водой. Там разбился огромный резервуар. И... Да. Вот так. Мы делаем себе как бы небольшой мост, по которому сможем перейти на ту сторону. Не представляю, откуда у Джилл столько сил. Она пробегала уже большую часть ночи, наверное. Полную стрессов и вообще тяжелых испытаний. И сдвигает так такие ящики, которые, может быть, даже взрослый мужчина сдвинул бы с трудом. А с виду такая хрупкая. Так. Еще немного. Это последний ящик. Давай, Джилл. Мы справимся. Умбрелы. Умбрелы очень богатая фантазия, я бы сказала, у сотрудников. Они проводили эксперименты совершенно на разных животных и разных существах, как их назвать. Поэтому биооружие у них, конечно, огромный выбор. Я бы вот так это назвала. И сейчас мы познакомимся с еще одним продуктом инфицирования. в этом огромнейшем резервуаре, который заполнен водой, находились. внимания. Да, акулы-мутанты. инфицированные инфицированные вирусом. Блин, вцепилась нога, черт. Давай, Джилл. Такая вцепилась бы в ногу, я думаю, откусила бы по самый пояс. А, черт-черт. Не хватало, чтобы здесь сожрали. Блин, жесть. А, срочно лечиться. Мне все равно плохо, еще лечиться. Давай, беги-беги-беги-беги. Сколько их, я не знаю, сколько их, наверное. Ключ выкидываем, нафиг. Не будем коллекционировать. Ключи от этого проклятого места. И здесь нет никаких сотрудников, слава богу. Только акулы. Так, что у нас есть? У нас есть аптечка. Бокс со спреем. Да, мы его откроем. Потому что состояние какое-то... Да, не спреи, а травы смешанные. Состояние у Джилни важнецкое. Лучше иметь запас хилок. так, тут огромные какие-то мониторы. Нам нужно закрыть жалюзи. Да, потому что акулы начнут нападать, у нас ограничено время. Нужно успеть все нажать, пока акула не разбила стекло. Нажимаем, нажимаем, что там? Ошибка, не сюда. Так, пошло, пошло, давай, 30 уже процентов. Эть. короче, как обычно, не все так просто. Первая, нет? Нет, не то. Еще разок, еще попытка. Третья, все нормально. И 50% уже. бегом, джилл, давай, 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 скорей. Да что ж, так, ладно. Так, еще разочек нажимаем и должны жалюзи закрыться. Есть. Мы успели. Фух. Не пойдем на корм акулам. Все, крутяк. Так, сейчас нужно слить воду, которая мешает передвигаться. по этому помещению и заодно лишить акул возможности так свободно плавать и тяпать за ноги нашу красотку джилл. Так, идем вот сюда. в оригинале конечно все немного иначе выглядит. Да как немного. Пациентов на 70, да. Но акулы там тоже есть, мамочки. Прям боюсь туда идти. Она такая огромная. Просто жесть. и что-то там у нас сверкает, что-то там нам нужно забрать. Молочь. Что она так среагировала, психанула. Ну, давайте, знаете, есть какой способ справиться с ней, столкнуть туда эту бандуру и вкручить рубильник. Все, ништяк. Жареная акуля мяса. А ключик как раз таки упал там возле нее. Забираем его себе и мотать мотать отсюда мотать. Вдруг она просто вот ключики. Да нет, конечно. Ей хорошо досталось. Да, вот это может наверное тяпнуть, если близко к ней подойти. добивать их совершенно бессмысленно патрон и тратить. Пусть себе остаются валяться. Так, а что тут у нас? По-моему, тут должны быть патрончики, а? Ну, все отсырело. Нет. Ничего, к сожалению, мы здесь взять не можем. Все испорчено водой. А, вот они патрончики к магнуму. Вот это красота. Вот это да-да-да. Круто. Ну, сейчас нам нужно вернуться в казарму. тут ключик нам пригодится, который мы раздобыли возле акулы. Так, и не забываем, там сверху у нас был один зомбачок. Интересно, он уже проснулся. А, вот он, вот он. Услышал шаги джил и тут же поднялся. Блин, ну нафиг, быстрее текать. Все, использовали мы последний, наверное, ключик в этом здании. Честно говоря, уже не помню, ну да, по-моему, уже здесь закрытых дверей не останется, которые открывались без ключа. Так, здесь еще обойма и жуткие эти осы висящие, тоже какие-то инфицированные. Они тут закусали до смерти какого-то ученого, возможно. мы у него забрали эту штучку распылитель. Быстрее, быстрее, быстрее бежим отсюда. Пока сюда возвращаться не имеет смысл, а пока мы не отравим эти хоз. Что зажрут и так же будет у нас джил сидеть где-нибудь в углу опухшая. А этот дихофоз мы применим вот здесь. мы потравили гнездо. Все, теперь можно уже не бояться их вкусов. Так, не сюда. вернемся ка вот мы в сейв рум. я выложила патроны к магнуму, подлечила джил, потому что ее состояние было такое не очень хорошее, скажем, не критическое, но в то же время да, и мне нужны были свободные слоты, потому что мы сейчас идем в небольшую лабораторию, где мне нужно на три свободных слота. И будем химичить как всему прочему еще ко всем прочим достоинствам. Джилл у нас еще и химик, неплохо разбирается видимо в составах. Хотя она вообще в отряде спец по разным замкам. Здесь мы набираем по-моему 3-5-6 да, 3-5-6 такой код. И заходим. Есть подсказка на стене, банки. как смешивать в каких пропорциях то, что у нас там должно получиться. Вот она. Я для пущего удобства переписала себе на листочек все это. И у нас здесь есть два состава. Нам нужно взять пустые сначала банки для того, чтобы набирать туда составы. Есть состав у нас два, состав какой-то там четыре, и вода это а не три. Вода это будет номер один. Так что вот из всего этого ребята нужно смешать некую как бы я не знаю химикат что ли как его называть. А для чего мы это делаем? Те кто смотрит первый раз еще не в курсе, поэтому я пока не буду говорить. Просто смешиваем все по тем формулам, которые написаны там на стене. четыре сайта с шесть это будет у нас десяточка нам надо двадцать. так семь смешиваем с десять семнадцать да и все остается только набрать раствор под номером три комбинем есть отлично вот он то что мы и хотели получить так сейчас нужно нам вернуться в ту комнату где я двигала эти шкафы с книгами где бегает один там упырь все еще бегает так ах черт черт ух ты пронесло снова мы сейчас возвращаемся в этот затопленный бункер как как это называть помещение я не знаю здесь есть еще одна в комнат которой мы не были да обходим сейчас вот таким макаром потому что там где я делала мост уже его нет воду мы слили да местечко такое вообще неприятное мне даже как-то здесь не по себе я вот просто ощущаю это затхлость это вот эти не знаю коридоры полная жесть так вот мы выбрались уже на поверхность и здесь мне нужна одна комнатка там акула духлая валяется так что-то я туда не хочу идти рук тяпнет так 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 где же оно по-моему я бегу не в ту сторону ничего они тут разворотили весь свой бассейн вот эта комната короче надо было идти там где билась акула зря я побежала такой круг вот и что мы здесь видим какие-то огромные корни танского растения мы его травнули этим составом которые намешали в лаборатории и корни исчезли да все все круто здесь ничего нет интересненького нет то есть этот вирус поражает не только не только как это назвать животных надо было да да ну ладно сейчас так вернем что я нет надо там подняться зачем опять бежать вокруг ничего она не тяпнет далеко лежит без паники сейчас короче говоря возвращаемся обратно в казарму здесь свое дело Джилл сделала и я дорасскажу что вы видите даже на растения влияет этот вирус как у него мощная мощный мощный потенциал вот так скажем изменять полностью видимо структуру любого живого организма вообще и растений все-таки мне так и остается непонятно почему зомби начинают мутировать еще сильнее после того как ты их убил что за фигня как так меня это так бесит вроде убил его все но пока ты его не сжег как ведьма ничего подобного он еще вернется длительная здесь очень такая беготня вот из казармы в этот резервуар потом обратно потом снова сюда да 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 ой черт мы опять увернулись о господи мне сегодня прет буквально прет да но ничего не поделаешь сейчас мы возвращаемся в комнату с осами и валиосы я наверное закончу ребята серию потому что она такая продолжительная впереди у нас еще куча куча интересных событий так что я с вами попрощаюсь и увидимся в следующей части с вами была ниагара пока пока и мы нашли ключик кстати и травку ладно ребят пока пока до встречи неожидан 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 Продолжение следует...